Дорогие мои, всем привет! Мы сегодня с вами едим устриц, суши и кунганы. Давайте открывать, если честно, в восторге, потому что это все у меня стояло часа, наверное, три. С момента, вот какой вы там не привезли. Я удивилась, что... Я удивилась, что устрицы, посмотрите, какие привезли. Прям они вольду, во-первых. Сейчас вам покажу. Ребята. Конечно же... Конечно же, это я заказала не лучше всего, потому что... Естественно, проснулась Арина. Короче, это все у меня стояло три часа, и все прекрасно сохранилось. Даже лед не подтаял. Ну, он подтаял, но устрицы во льду. У нас первый раз, ребят, на канале устрицы. Сейчас будем пробовать. Буду вам говорить, как, что. Что, я устрицы в своей жизни пробовала, но одну, две, три. Вот так вот и пару раз в жизни. Чтобы такое вот, чтобы я одна села и поела устриц, такого, конечно, не было. Ой, давайте начинать. У меня слюни текут. Я, давайте, сейчас перекушу и расскажу, что будем делать. Так, первым давайте вот попробуем гунканчик. Это гункан, ребят, с крабом. Ой, давайте сделаем красивую заставку. Красивую заставку. Сейчас. Гунканчик и начинаем. Это краб. А то я, знаете, ребят, сейчас у меня нет времени и быстренько заставки люблю, вот когда монтирую видео сразу же. Прекрасно. Великолепно. Крабовое мясо. Сегодня элитный мукбанг. Ребят, устрицы по вкусу, насколько я помню, как селедка. Так, это соус к устрицам. Давайте их откроем. У нас сегодня... Ой, все у меня разливается. У нас сегодня с вами немножко поговорим про жизнь наших любимых подписчиков. А конкретно у меня есть одна подписчица, одна девочка. Но не будем говорить. Она сама сейчас знает, о ком речь. Она мне любит присылать разные истории. Девочка живет в Америке. Она переехала туда и живет три года. Вот она мне направляет историю. Мне, знаете, просто это откликнулось, потому что сейчас был период, думаю, вы помните, когда все уезжали. Плюс у меня, в принципе, был такой период в жизни, когда я думала, что так круто куда-то переехать. Сейчас расскажу почему. Мне казалось, что если я куда-то перееду, я сбегу от проблем своих в реальной жизни. Не знаю, ребят, там видно? В общем, так всегда кажется, что ты куда-то переедешь, и там будет точно лучше, и не будет никаких проблем. Ребят, устрица, по-моему, свежая. Я не знаю. По-моему, свежая. Тут я соус налила. Сейчас мы ее от ножки вот так вот отскребаем. И пробуем. Очень вкусно. Очень вкусно, очень свежо, просто прекрасно. Просто приглотила. Они похожи. Что-то между мидией, селедкой. Но вот эти конкретно, они просто свежие. Даже нет никакого вкуса, ни рыбы, ничего. В общем. И вот моя подписчица, значит, она переехала и говорит о том, что ей действительно тяжело, ей действительно тяжело в новой стране, потому что всегда нужно там продлевать вид на жительство, нужно искать работу, либо нужно учиться, нужно получать, во-первых, разрешение на работу. Знаете, то, что для нас, в нашей, допустим, родной стране для нас это обычные вещи, типа работа, то для людей, которые находятся в эмиграции, которые живут в других странах по учебе, по работе и так далее, какие-то такие простые вещи, которые здесь у нас уже есть, допустим, как здравоохранение, они для них как блажь, ну, как бы, что это невозможно, недостижимо вообще. Давайте еще одну попробуем. В общем, она мне пишет, что тяжело и безумно, хочет вернуться. Родственники говорят, нет, не возвращайся. Не знаю, там что-то видно хоть? Фокусируешься ты? Фокусируется. Родственники говорят, не возвращайся. Ребят, заказала просто, чтобы было красивое видео. Прикольно. Родственники говорят, не возвращайся, ей тяжело. Партнера она там найти себе не может, потому что американцы абсолютно другие по менталитету, то, что они не готовы к семье в принципе. Хотя очень странно, потому что я слышала такое мнение, что наоборот, типа, девушки из, там, славянские девушки более предпочтительны для иностранцев, потому что мы такие больше семейные, а у них, у женщины, более такие феминистки все. Великолепно, просто великолепно. В общем, не можете найти себе человека. Тяжело с работой. Что, да, насколько я понимаю, что у нее еще сестра живет там, это легче. И периодически хочет вернуться. Ребята, я вам так скажу, быть мамой, это очень сложно. Снимать очень сложно, и быть мамой, это правда труд. Вот я сейчас бегаю просто туда-сюда, туда-сюда, потому что пытаюсь и снять. Арина проснулась. Ну, ладно. В общем, кто мама, я вас поддерживаю. И все будущие мамы, девчонки, у кого нет детей, вы потом меня еще вспомните, и все нормально. Знаете, что так у всех. Так вот, и, в общем, не может она, точнее, не то, что не может, что ей там нужно продлевать какой-то статус, получать документы. И вот это, знаешь, постоянная борьба с системой. Потому что, когда ты приезжаешь в другой стране, тебе очень сложно. И вот то, о чем я говорила, что мы, когда ты живешь в своей родной стране, у тебя здесь все есть. Тебе нужно только там работать, с кем-то построить отношения, и найти какой-то круг друзей. То там у тебя много именно системных моментов. И мало каких-то бытовых. С твоих трудностей тебе еще нужно делать документы, и т.д., и т.п. Ой, ребята, знаете, что я хочу? Попробовать вот эту мысляную рыбу. Я уголь вам, мне кажется, не показала. Так съела, и все. В общем, дорогая, я тебя абсолютно понимаю. В плане, понимаю, что тебе тяжело. И вот к своей мысли. Я раньше хотела переехать. В общем, мне казалось, что я переездом решу какие-то свои вопросы, и что там я заживу просто прекрасной жизнью, без каких-либо проблем. На самом деле, ребят, часто мы не ценим того, что имеем. И когда мы куда-то переезжаем, то сталкиваемся с такими трудностями просто, которых не было до этого. То есть у тебя остались твои обычные проблемы, и плюс еще добавляются документы, легализация в стране и т.д. Это тунец. Плюс разность менталитетов. Если где-то родился, в том месте, где ты родился. Все твое родное. Общий язык. Общая школа. Все одинаково у всех. Ты приезжая в новую страну, ты вообще сталкиваешься с тем, что у людей другой юмор. Другие ценности. И так далее, и тому подобное. Поэтому я тебя обнимаю, милая. Держись. Это сложно. Хорошо хотя бы, когда ты находишь вторую половинку в такой ситуации, и тебе есть, знаете, с кем хотя бы вечер провести и разделить свои какие-то проблемы. Потому что сложно. Я не представляю, как это сложно. Занимаю Арину. Ребят, как вам такое? Такая красота. Так, давайте еще. Как устрицы? Напишите, вы пробовали? Если не пробовали, советую попробовать. Не отказывайте. Будете где-нибудь на море? Сейчас у нас на Черном море продают черноморских устриц. это популярно. Обязательно попробуйте. Возьмите пару-тройку штучек. Это я им без соуса даже. Вкусный вкус. Нет, это даже не рыба. Это морской вкус. Морской. Красиво очень. Все, три штучки. Ребят, три штучки такие стоили тысячу рублей. Так, попробуем с угрём. Так вот, если ты у себя не можешь найти в стране отношения, представьте, искать отношения где-то на другом, блин, континенте. Так, девочки. Ну чего? Все. Тут у меня уже все пошло не по плану. Как всегда. Такой красивый Макбанк планировался. Не знаю, я, кстати, то видео монтировала, вчерашнее. Что-то как-то, я, знаете, там не эмоционально разговариваю. Как-то я просто о чем-то говорю. Мне все-таки нравится, когда я в моменте, когда я живая, когда у меня эмоции, когда что-то происходит. А вот сейчас происходит то, что я уже отвлеклась, слава богу, Чарли роллы не съел, ушла, и все уже забыла, вылетела у меня из головы, о чем я говорила. В общем, милая Жака, я тебе так скажу, что очень тяжело, безусловно, тебе намного тяжелее, чем нам, здесь живущим. И, знаете, конечно, говорить, возвращаться, не возвращаться, куда-то к себе на родину, это такой вопрос, очень сложный, потому что человек прошел огромный путь, и что, кто знает, может быть, завтра у нее там откроются новые двери, не знаю. В общем, я раньше думала, что куда-то переехав, я стану намного счастливее жить, но сейчас я понимаю, что это новые, новые трудности, новые проблемы, и не каждый, абсолютно не каждый с этим справится, готов. Ребята, это лосось в соус терияки. У меня еще есть пример, у меня знакомая тоже приехала и тоже не может никого себе найти, потому что в другой менталитете другие люди. И в каждой стране все по-разному. все равно, когда приезжаешь, когда ты приезжий, не везде готова взять на работу приезжего. Ну, понимаете, много-много моментов, о которых, кстати, я раньше не задумывалась, когда я думала, ох, теперь еду куда-нибудь жить и заживу. Ну, нифига, на самом деле, это очень-очень сложно. Хорошо в отпуск приезжать, да? С денежками, когда тебе не надо работать, не надо устраиваться. когда так приехал отдохнуть, или, знаете, приехать, что ты, допустим, ну, работаешь на удаленке. И, знаете, не везде можно работать на удаленке, путешествовать по миру, абсолютно не везде. Мне, если вдруг тебе так повезло, что ты можешь себе позволить, то, конечно, круто так перемещаться, путешествовать, но когда ты приезжаешь, чтобы жить куда-то, это очень-очень сложно. И нужно там, когда работать, вот это вот все. Так, это осьминог. Попробую мягкий. Ну, да, мягкий. Слушайте, у йоджи, конечно, вкусно все. Хороший мясо осьминог. Ку-ку. Ой. От васаби. А васаби у них, конечно, очень острый, злой прям такой. Поэтому даже не знаю, что тут посоветовать. Я-то сижу, никуда никогда не приезжала. Но представляю сейчас, что это такое, я не осмелюсь. Только как турист, только как путешественник. В гости, да. Даже, ну, знаете, типа жить на Бали. Пожить на Бали я бы хотела. Ну, полгодика. Ну, даже месяц, месяца три, вот, месяца три бы. Ну, знаете, просто попробовать. Смотри. 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 Просто попробовать, просто как бы сменить обстановку, да, но вот на постоянку, чтобы вот так переехать за всеми вещами. Так, ребятушки, это, это у нас тунец, по-моему, я не помню уже. Краб, угорь мы съели, это тунец, по-моему. Внутри, видите, просто рис. Это как бы рис и шапочка такая из рыбы. Как вам, что видео выходит чаще? Свежак. Сегодня вкусный, муман. Я стала очень любить этот формат. Суши, гунканы. Даже мне вкуснее, чем роллы, если честно. Просто рис и рыба. Это обалденно. Я не знаю, я ничего не посоветовала, я ничего не сказала. Я просто сказала свою позицию, что это очень сложно. Да, это сложно. Я не знаю, что делать. Я не знаю, как там искать отношения. Не знаю. И я думаю, знаете, что вот говорят, что вот мужчины любят этих славянок, ну, типа, из СНГ. Я думаю, любят старики, наверное, которым уже, типа, 40 плюс, это не старик. Ну, 50 плюс. Ну, нет. Короче, люди в возрасте, кто уже кому поджимает, кому уже надо, у кого, может быть, это не первый брак, тем, может быть, это интересно. А молодым парням, не знаю, насколько интересны девчонки из СНГ. Не знаю. Обычно, которые я с Лорой слышала, что это, типа, девушка вышла за мужчину, старше ее лет на 20. Конечно, так, да. А вот ровесника, не знаю. Насколько я понимаю, что они там все особо не хотят семью, ровесники. Ну, и понятное дело, типа, эти люди в возрасте, им уже нужно, часики тикают. А наши ровесники, типа, около 30, видимо, никто особо не хочет семью, не хочет серьезных отношений. Потому что, как она писала, что все встречаются, типа, парни на одну ночь. Ну, грубо говоря, он там сегодня с тобой, завтра он с другой, послезавтра он с третьей. И вот так вот до бесконечности ребята перебирают девчонок. И как? Ну, такое. Конечно, ну, как бы, на самом деле, в России тоже такой тренд. Вот, у меня много подружек, одиноких, потому что они не могут просто найти серьезных отношений. Не могут найти серьезных отношений, потому что, ну, нет серьезных претендентов, то, что все такие немного однодневки, либо какие-то странные, форматы, как я вам... О, боже. Форматы, как я вам рассказывала, что вот там взял кредитную карту, и вот все такое, как бы, нормального человека найти, который скажет, там, я хочу работать, хочу семью, и... это сложно. Поэтому все одни. Это у нас так, а я представляю, что там в Европе, в Америке абсолютно, там вообще тренды немножко более такие. Там вообще сложно с молодежью. Вот, все хотят быть одинокими, все хотят строить карьеру, все хотят выбирать, все хотят самого лучшего. Ну, понимаете, это вот о чем я говорила в прошлом видео. Если все хотят самого лучшего, ну, где это самое лучшее найти? Всем же не достанется все самое лучшее, понимаете? Нету столько самого лучшего, надо что-то выбирать из того, что есть. А люди так не хотят, люди уже выросли в соцсетях, и... все. В соцсетях, в приложениях для знакомств, и... уже не хотят выбирать из того, что есть, хотят чего-то вот такого. И выбирают, 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 и так вот одни остаются по итогу. Ребята, я наелась. Немножко поболтали, мне кажется, чуть-чуть раскрыли тему, честно, мне сложно снимать, потому что, Арина, вы сами видите, вы сами этот крик слышите, но я не могу ничего поделать, я потому что хочу снимать, мне чувствует, вот у меня сейчас прям горит, мне хочется, и я поэтому буду, ребят, извините за то, что там на заднем фоне, что там. Дорогая Жака, вот как смогла, так и ответила. Не знаю, буду ли я дальше снимать истории, не обещаю. Ну, если что-то, эта тема мне как бы действительно интересна, потому что я обманывалась в какой-то период, очень долгий, когда думала, что очень круто куда-то переехать, и что там не будет проблем, а там, куда вы хотите переехать, будут еще дополнительные проблемы. Классно пережить с деньгами, классно, когда тебе надо не учиться, не работать, ты приехал, а завтра приехал обратно, когда ты не зависишь ни от кого, когда ты в зависимом положении, когда тебе нужно срочно искать работу в новом месте, это очень-очень-очень-очень сложно. Ребят, все, я вас люблю, целую, обнимаю, всем пока, подписывайтесь, все контакты в описании, пойду, ребенок меня ждет, заждался уже.